Андрей Владимирович Курпатов 5 спасительных шагов от депрессии к радости От автора Знаете, мой издатель был крайне удивлен успехом книги «Средства от депрессии». Собственно, именно она сейчас перед вами. Поначалу ему казалось странным и даже невероятным, что книга с таким пугающим названием может попасть в список лидеров продаж, позаморские бестселлеров. Но я лично совершенно не сомневался в том, что мое пособие будет принято читателями благосклонно и с интересом. Дело в том, что за год до написания этой книги я подготовил специальное руководство для врачей, посвященное лечению депрессии немедикаментозными средствами. Успех был поразительный. Действительно, проблема депрессии, сниженного настроения, подавленности, апатии – это наиглавнейшая проблема нового XXI века. Чем дальше в историю, тем больше мы с вами страдаем этой болячкой. А ведь это не просто ангина какая-то, поболел и вылечился. Тут вся жизнь бывает под вопросом, оказывается. Вот почему и врачи, и психологи, и, конечно, обычные люди, не отягощенные специальными знаниями, крайне нуждаются в информации об этом неприятном звере, а главное – о том, как с ним бороться. Тем более, что одними таблетками, как мы теперь все уже поняли, раньше были и сомневавшиеся, здесь не обойтись. Нужны еще и психологические методы. А главное – человек, страдающий депрессией, может стать активным участником борьбы с этим злом, только если у него есть вся необходимая информация. Депрессия – это головоломка. В прямом и переносном смысле этого слова. Мы реагируем на жизненные неприятности, переживаем стресс тяжелый, внезапный или внешне незначительный, но очень долгий, а в результате истощаются возможности нашего мозга. После ослабленный мозг начинает впадать в стресс от любой ерунды, и его состояние ухудшается дальше. В конечном счете получается замкнутый круг, и как разорвать его до самого последнего времени это было абсолютно непонятно. Но теперь, наконец, известны пять шагов, которые разделяют депрессию с радостью. Так что не тужите, не сомневайтесь, а беритесь за дело. Вы можете помочь себе и своим близким. Искренне ваш, Андрей Курпатов. Введение. Мы начинаем очень серьезный разговор. Как явствует из названия книги, речь пойдет о депрессии. И хотя я на протяжении всего текста буду, как и обычно, всячески шутить и веселиться, в своей, впрочем, весьма специфической манере, предмет этого изложения отнюдь непотешный. Что такое депрессия, по-настоящему понимает лишь тот, кто знает о ней не понаслышке. И бестолку объяснять счастливчику, никогда не пившему из этой чаши, каков вкус заключенного в ней напитка. А те, кто знает, почем этот пуд соли, просто обязаны обладать хорошим чувством юмора. Точнее, иронии и самоиронии. Ведь без него справиться с депрессией практически невозможно. Выражаясь формальным научным языком, депрессия – это сниженное настроение. Но сниженное настроение сниженному настроению рознь. Всякий из нас за свою жизнь неоднократно расстраивался, впадал в тоску и клял свою судьбинушку, на чем свет стоит. Но не всякому известно, что такое настоящая депрессия. Когда ты просто расстраиваешься, то где-то внутри себя ты хорошо знаешь. Это временно, это не навсегда. Просто не повезло, это ни к чему не обязывающая неудача. В депрессии же все иначе. Здесь не расстройство. Здесь какая-то расстроенность, кажется, что тебя взяли и разладили, как старое пианино. Это не банальное невезение, это чувство безысходности. То, что обычным человеком воспринимается позитивно, то, что его радует, то, что вселяет в него уверенность и надежду, на депрессивного больного действует прямо противоположным образом. Весь мир перекрашивается для него в черные тона. Уинстон Черчилль, страдавший эпизодами тяжелой депрессии, называл их черным псом, только и ждущим, чтобы показать свой оскал. Эрнест Хемингуэй, депрессия которого завершилась самоубийством, говорил «Это мои черножопые дни». А в песне «Роллинг Стоунс» звучат слова, отражающие восприятие жизни депрессивным больным. «Я вижу красную дверь и хочу перекрасить ее в черный цвет». Наконец, выдающийся американский политик, великий президент США Авраам Линкольн, мучимый депрессией, говорил страшные слова, в которых чувствуется роковая обреченность. «Я сегодня самый убогий человек из всех живущих. Если бы мои чувства равномерно распределить по всему человеческому роду, на земле не нашлось бы ни одной улыбки. Буду ли когда-нибудь чувствовать себя лучше? Не знаю. И поверьте мне, что эта фраза была написана отнюдь не для красного словца. Таково реальное, неподдельное и ненаигранное самоощущение человека, погруженного во мрак депрессии». Стоит ли останавливаться на том, что никого из этих людей нельзя причислить к слабохарактерным типам? А нужно ли уточнять, если даже такие, без всякого преувеличения, сильные и легендарные личности оказывались под гнетом депрессии и сдавались ей, то враг, о котором мы ведем речь, противник серьезный и по-настоящему страшный? И, наконец, надо ли теперь объяснять, что в случае депрессии мы имеем не просто сниженное настроение, а патологию, болезнь настроения? Догадываюсь, что эта формулировка звучит сложновато, но попытайтесь это понять. Депрессия – это не просто сниженное настроение, а такое состояние человека, его мозга и психики, при котором само его настроение оказывается больным. И поэтому ошибочно объяснять свою депрессию неприятностями, внешними причинами. Мол, у меня все плохо, и поэтому мне плохо. Здесь дело в другом. Неприятности, возможно, действительно нарушили нормальную работу нашего мозга и нашей психики. Именно поэтому, а не из-за самих неприятностей, мы чувствуем это свое плохо. Само по себе наше настроение, не больное, а нормальное, это, по большому счету, просто реакция человека на внешние события и обстоятельства. Это способ, которым наш организм сообщает нам о том, в какой жизненной ситуации мы находимся. Если мы испытываем положительные эмоции, значит, у нас все нормально. А внешние обстоятельства в полной мере отвечают нашим потребностям. Если же у нас эмоции отрицательные, то значит, все наоборот. Наши потребности не получили желанного удовлетворения. Вот, собственно, ради этого и дал нам Господь наше настроение. Чтобы мы были в курсе, надо нам что-либо предпринимать для выживания или не надо. И потому обычное расстройство и разочарование чужды безысходности. Напротив, они нас подталкивают на поиски выхода. А вот в депрессии все иначе. Здесь именно безысходность, безвыходность, безнадега, она нас не только не мобилизует, она нас парализует. Так что, хоть сниженное настроение является основным симптомом депрессии на самом деле, это отнюдь непростое снижение настроения. Такова в общих чертах вся разница между простым снижением настроения и депрессией. Одна и та же мысль, одно и то же событие, одни и те же обстоятельства, у опечали наворождают надежду, а у человека, страдающего депрессией, напротив, чувство тоски и безысходности. И подходить к человеку, страдающему депрессией, с той же мерой, с которой мы подходим к расстроенному и опечаленному субъекту, неправильно. Человек, страдающий депрессией, живет в другом мире, в другом измерении. На его планете нет ни веры, ни надежды, ни любви. И если сказанное выше относится к нам, то до тех пор, пока мы не избавимся от депрессии, мы не будем верить в то, что эта жизнь имеет хоть какой-либо смысл. В нас не будет надежды, что мы когда-либо станем счастливы. Мы не будем чувствовать любви, будучи даже несказанно любимыми. Это книжка о том, как выйти из депрессии, о путях выхода и средствах выхода из нее. Но сразу всего не расскажешь, а потому я буду двигаться последовательно. Сначала мы узнаем о том, как вообще в мире обстоят дела с депрессией, потом о том, что она из себя представляет, а затем уже мы обсудим средства борьбы с депрессией. Несмотря на все сложности, несмотря на все сомнения и пессимизм, как со стороны врачей, так и со стороны их пациентов, я утверждаю, с депрессией можно и нужно справляться, поскольку у нас просто нет иного выбора, ведь жить с депрессией – это маяться. Но это не жизнь, а мы должны жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!